Привет, я Женя, а это самый популярный виртуальный шлем Sony PlayStation VR. Компания продала почти миллион виртуальных Sonic. Если бы все эти девайсы купили только в Эстонии, то в этой стране почти каждый житель играл бы виртуальные игры. И это не все хорошие новости на сегодня, так что смотрите выпуск и узнаете. Как почувствовать виртуальную реальность всем телом? Почему амурские тигры съели квадрокоптер? Кто вернул лицо VR-геймерам? И чем еще порадовала компания Sony? Для виртуальной консоли и обычной приставки выйдет новый джойстик-автомат, который обещает быть круче мувок. Называется новинка The Aim Controller и появится в продаже уже этой весной. Новый контроллер Sony представила еще на выставке E3. Футуристический джойстик, создан для обычных и виртуальных игр, изменяет автомат во время геймплея. В отличие от стандартного геймпада, у The Aim Controller не только необычная форма, но и датчики отслеживания движений, что особенно актуально во время виртуальных игр. На выставке контроллер показали вместе с шутером Farpoint. Судя по реакции игроков, новинка им понравилась. The Aim Controller запустят в продажу 16 мая. Цена 80 долларов. И, кстати, никак не могу понять, что он мне напоминает. Напишите свои версии в комментариях. Для полного счастья, этому ружью не хватает бронежилета. А такой уже есть. И это даже не жилет, а целый костюм. Стартап Null Space VR сконструировал тактильный костюм для виртуальной реальности, который вибрирует и имитирует взаимодействие с виртуальными предметами. Так, аксессуар, получивший название Hard Light VR, передает ощущение игроку, когда в него, например, стреляют или бьют. Синяков не остается, не переживайте. Также жилет, похожий на мотоциклетную черепаху, передает ощущение от погодных условий. Пока Hard Light VR совместим только с HTC Vive и Oculus Rift и поддерживает всего 15 игр. В будущем создатели хотят расширить возможности аксессуара, а сейчас готовятся к запуску гаджетов в продажу. Кстати, стоить модная новинка будет где-то 500 долларов. Представила новинку и компания Samsung. Не жилет, не костюм, не ружье, а новые очки Gear VR. Премьера случилась на Всемирном мобильном конгрессе 2017. Новые очки Samsung сделала в сотрудничестве с Oculus. Отличительная особенность новинки в том, что теперь очки продаются вместе с бесплатным геймпадом. Халява – это, конечно, хорошо. Ну, а по сути, очки особо не изменились, разве что получили новые объективы с углом обзора 101 градус и какую-то секретную технологию против укачивания. Стоимость и дата релиза пока неизвестна, но, скорее всего, в продажу они выйдут уже в этом году. Google в ответку ничего нового не показала, зато придумала, как вернуть лицо игрокам виртуальной реальности. Ну, в смысле, как убрать из видео и фото шлем и вставить в физиономию себя любимого. Результат получился спорный. Google Daydream Labs очень озадачились тем, что эмоций человека во время игры совсем не видно, поэтому они решили оживить геймплей. Для этого разработчики сканируют лицо, создают 3D-модель, а затем накладывают полученное изображение вместо шлема на видео. В общем, результат такой. Пока технология либо слишком замороченная, либо инженеры не выдают всех секретов. Лица у игроков иногда выглядят как-то странно. Ну, может, технологию все-таки доведут до ума. А пока подопытные напоминают сусликов. Кстати, о сусликах. В мире появился робот-суслик, который следит за животными. Нечто с камерами вместо глаз вышло у инженеров как-то не очень, поэтому получило прозвище упоротый суслик. Ну, по примеру, упоротые лисы. Если кто не в курсе, упоротый лис – это чучело, творение британской художницы, которая удостоилась выставок и разных мемов за свой кошмарный вид. А это суслик-робот с таким же нелепым лицом. Сделал его телеканал BBC. Теперь упоротый суслик с камерами вместо глаз еще и знаменитость в Америке, которая купила серии про животных шпионов. Среди них кого только нет – и роботы-бобры, и дикие собаки, и мартышки. И даже вот это. Да, это робот-какашка-слона. Ну, а как еще шпионить за слонами? Нового робота показала и знаменитая на весь мир компания Boston Dynamics. Он умеет ходить, танцевать и прыгать. Сами создатели назвали его «надвигающийся кошмар». На самом деле его зовут Хэндл, а кошмар – это так, боевая кликуха. Выглядит он и правда стрёмно, зато отлично держит равновесие, ходит, прыгает, хватает предмета и даже танцует. Его рост – 2 метра, скорость – почти 15 километров в час. При этом он не только радует глаз своим нелепым видом, но и может таскать грузы массой в 45 килограммов. Скорее всего, Хэндл может построить прекрасную карьеру грузчика на складе, ну или в крайнем случае станет танцором. И еще немного про животных и роботов, а точнее дронов. Дрон же вроде как тоже робот и умеет летать. В общем, ситуация такая – жирные амурские тигры сожрали квадрокоптер. Инцидент случился в Китае, в заповеднике, где обитают знаменитые на весь мир разжиревшие тигры. Их решили потренировать и заодно поснимать на видео. Пустили дрон, который летает невысоко над толстяками, заставляя их бегать. Животные оказались не дураки и закончили тренировку быстро. Поймали квадрокоптер и съели его. С тиграми все в порядке, части дрона нигде не застряли. Но вот вкус им понравился навряд ли. Многие предположили, что пухлых кисок посадили на диету. Вот они и жрут все подряд. И по традиции расскажу в конце выпуска, какая вас ожидает новая виртуальная игра. Она тоже посвящена животным. Так уж сегодня получилось. А именно бешеным кроликам. Старая игрушка Raven Rabbits готовится к виртуальному релизу. Это смешная игра про кроликов, которые не контролируют свое поведение и все время влипают в разные истории. Ubisoft объявила, что готовит VR-версии, под названием Virtual Rabbits для платформы Google Deidre. В виртуальной игре ожидают новые приключения безумных кроликов, которые понравятся и детям, и взрослым. На этот раз игроку придется спасать мир от поступков глупых животных. Релиз намечен на весну 2017 года. Это были все новости на сегодня. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал и приходи к нам в клуб, где тебя ожидают классные виртуальные игры и отличное настроение. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok